добрый день сегодня мы пишем очередной подкаст говорим о выборах в городскую думу если в них смысл если смысл кандидатах которых мы с ним будем обсуждать ну обсудим и так со мной обсуждают эту тему редактор основы руслан тотров и журналист коммерсанта за фарнив они два каких-то блогера как хотелось бы многим да ну я блоге и так знаете как очень многие спрашивали если вообще смысл обсуждать эту тему потому что я первый был на ты первый был для многих эти городские выборы не очень по боку проходит на то есть вот люди вообще как будто явка будет нет но сожалению вот смотри я думаю что еще две недели есть если за эти две недели что-то случится если какая-нибудь из партии лист кандидатов что-то интересное сделать тогда да возможно будет явка ну процентов 20 а если не случится тогда сколько ну тогда думаю 7 10 то есть выборы априори нелегитимные уже получается вам сейчас где-то очень часто легитимный выбор по моему даже если один человек придет по моему по закону так тоже возможно за управ абсолютно насчет явки насчет того что законодательство полностью на стороне тех кто выбирает сегодня перестраховались порогов нет ничего нет и лишь одна жанна маргоева руководитель цико северо-осетинского улыбается когда вы рассуждаете о двадцати или тридцати процентах спроси меня алекс какая какая будет явка нарисована нет я вот жду вопроса какая нужна такая будет вот и заур примерно помнит я помню по выборам 17 года в парламент вчера довелось общаться с представителем одной из партий не единой россии который сказал прописную истину тем не менее печальную но справедливую единственная головная боль и единственный кошмар который может преследовать тех кто сегодня выбирает это если люди массово пойдут на выборы а чё почему он потому что вот эти вот карусели которая партия вот лдпр и прочее практикует они окажутся но это будет гораздо сложнее и братья карусели говорят а я вспоминаю видео из администрации города где они а вы из такой-то школы сколько голосов принесли ну там 200 давайте 400 напишем да нафиг эти карусели в москве нужны здесь карусели я как фигура речи использую али не не алик и руслан дело в том что неважно сколько человек мы же помним с тобой да когда на подписанных а на сайте цик совсем другое таких протоколов я сам видел много ты их видел много но самое грустное наверное что что эти протоколы даже если они заверены то что вот их принесут в цик покажут к вы посмотрите тут подписанный протокол все равно все потому население не ходит но в таком случае я не понимаю зачем столько баннеров единой россии ну не это думаю отчет перед чуваками из москвы типа вот видите мы стараемся мы тут вот делаем эти баннеры же они офигенные я живут недавно сфотографировал один баннер ну так на фоне общей разрухи вокруг всего такой красивый баннер понимаешь они наоборот они больше помогут вызывают раздражение у нас нет они не вызывают раздражение до них просто всем по барабану ну правда ну вот ничего что и хорошо нету хорошо тогда вопрос я как бы вот эти перед этим выборами за последние полгода ко многим ребятам приходили в том числе и ко мне приходили с предложением а может ты в гордуму пойдет ну вот и звали как и звали таких более-менее медийных персонажей известных своей области то есть им нужна легитимизация этой гордумы по что ну так и ее же не существует вот мыслях людей и нету туда надо позвать хороших прикольных ребят которые типа светятся они будут там голосовать за какую-то фигню а там администрация будет как надо делать нам подписывать какие нужно акты и все то есть сейчас получается что не эти выбор не нам нужны а им нужно это да но вот ты сказал о том что насчет прикольных ребят и не в принципе сама идея прикольных ребята надо неплохая вот смотри если допустим население городского собрания будет состоять из прикольных ребят которые умеют и там лицом посвятить и поговорить разве это плохо хотя бы интересно будет да хотя в принципе они будут делать ровно то же самое что делали до этого но уже какой-то интерес уже наблюдать за ними будет как-то вот ну или весело или грустно но хоть какие-то эмоции они будут вызывать в отличие от того что происходит сейчас ну да прикольно ли этим прикольным молодым ребятам быть там когда после там четырех лет в тебе скажут послушай и даже потом придяла будет хороший ты же депутатом был вот все так плохо ты же депутатам будет и не объяснять что ты вообще городская дума в принципе и на что не влияет ну зря ты так говоришь на самом деле городская дума городское собраниеperor он утверждает бюджет оно распределяет деньги на жкх на все остальное в общем на что нужны деньги то распределяет городское собрание об этом мало говорят но они не распределяют они по не ждали да не утверждают и данную должен утверждение как бы глава м с вряд ли что сможет сделать другое дело у главы м с должен быть хорошее отношение с главой загс собрания ну проблемы были когда был хадарцев и дзантиев большие проблемы были помощь когда дзантиев они утверждали год по можно но это не мешало дзанти вот это ему не мешало но одно время другая уже история была когда может быть ему лично было неприятно да что его не утверждать но вот продавать земли там не знаю это вообще никаких проблем не ну сейчас хорошо между албеговым и хадарцевым тоже не очень хороших ну давайте я не буду как бы плохо отзываться борис албегами но мое мнение лично мое мнение до этого для суда я не считаю что борис албегов при все моем к нему неплохом отношении он сейчас в нынешнем амс действительно принимает какие-то решения ну при моем очень хорошем отношении к борису албегову ну как слухи говорят что он давно устранился от этой должности все решает фарниев его заместитель к сожалению не зал да он устранился ну то есть почему я с тобой говорит потому что они что-то решает а в итоге ну нифига ничего не решает решает заместителю вы в сторону амс сейчас ушли я бы позволю себе вас вернуть к собранию представителей к тому что в простонародье называется до городской думы вот алик ты говоришь о прикольных ребятах там ну послушайте во первых мне этот постулат кажется в принципе немного сомнительным ну веселья ради разве что ну то есть хотел бы этом увидеть такую химеру к если смешать станислава кисаева вадима чельдиева и матранга ну не знаю ну наверно да будет да ты представил да себе что это получится по моему просто вадима челях это раз а второй момент ну был александр хугаев там учил саша ну саша я к чему говорю ну вот и что я я просто пример смотри смотри простой пример несколько месяцев назад инициативная группа к слову о деятель действия бездействия несколько месяцев назад инициативная группа депутатов загсобрания городского пишет обращение открытое кстати на имя представителя парламента северной осетии мачнева помните о чем да 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 уважаемый господин мачнев любитель эстинских пирогов отменившие фактически прямые выборы рассмотрите пожалуйста это все дело и верните господин мачнев а у вас нельзя да жесты неприличные показывать вот можно да я хотел просто показать что показал он фактически этим депутатам не серьезно господин мачнев все никакие комитеты не какие ничем она ничем закончилась они же как-то вот загсобрания как-то разделилась на две части и вторая часть она сказала что а вот мы не голосовали не там еще не было нелегитимного там просто даже комитет по местному законодательству парламента вы я хотел жест рыбака сейчас показать когда размер рыбы вот что они показали все понимаете то есть я к чему вот ваши прикольные ребята ну может быть не совсем прикольно реально хорошая инициатива да отличная инициатива что одни абсолютно бутафорская бутафорскую суть свою показали что другие к чему я это говорю алик к тому что заргает про справедливую вещь да они по идее распределяют городской бюджет также как депутаты северо-осетинского парламента утверждают бюджет республиканский давайте не вникают давай это дачи все-таки не обольщаться относительно того что существует еще ручной режим ручной режим который полностью такая команда операционной системы которая полностью перекрывает все предыдущие команды вот смотри русик при том что допустим парламент парламент правительства глава это как бы да то есть напрямую все но вот с городом там было чуть посложнее из-за двоевластия так называемого да 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 и поэтому горсобрания оставались какие-то ну там шансы нам варианты маневра и что-то сделать при желании потому что напрямую как бы весь все все горсобрание не контролировал никто а как делается заводится несколько прикольных ребят пять человек они могут чего хочешь качать но большинство будет как надо голосовать то есть их инициатива все равно будет пустая это раз поэтому в принципе завести прикольных ребят смотреть как они там качают в гордуме люди будут о молодцы тучу какой-то процесс идут все так же голоса идут как надо это ну я когда мы собирали голоса вот рейсихан собирался на проспекте зал бегово исланово мы с сашей хугаевым он бы давай ведь я заставлю всех депутатов подписаться под этим и ну типа официально от городской думы и он прям пошел мы там сделали составили а потом стали отзывать эту историю типа не 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 вы как как не депутаты к лично как люди подписываете от как депутаты нельзя но если ребята не могут как как депутат проголосовать и я если мне разрешают то медий на эту историю как бы поднять на уши доска что конкретно то 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 там ко мне приходил просто и вот извини конечно алик ну вот ты сейчас затронул наверно самую важную тему которую я для себя еще не могу понять зачем людям нужно депутатство в горсобрании для чего если они даже вот как депутаты не могут подписать какое-то несчастное письмо то есть у них вот смотри даже у депутатов парламента кроме статуса нету ничего них нету не неприкосновенности ничего то есть они деньги за это не получают если ты не глава комитета и заместитель не спину неважно зачем люди идут в горсобрании для чего я тебе скажу есть конечно никогда не засекать идеалистов это неправильно с нашей стороны но большинство это люди ну как их назвать личинки депутатов которые сначала в городской депутат потом он станет депутатом парламента потом его дадут в какую-то ему должность дадут хорошую то есть ты думаешь изначально для этого там что то есть что статус да да вот пости ничего моно министерства на депутат они не во первых это вас эти решает просто это уже важный ходишь такой и все грозно те родственники звонят о мы тебя поздравляем ты 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 добился всего во вторых ты и у тебя есть вариант в тиснуться куда то во вторых сколько всяких ненужных комитет о всяких ты приходишь с важным лицом да там что то делаешь то есть у людей джи начинается это понятие Движуха какая-то. Числавие, думаешь? Числавие. Потом все-таки есть какие-то карьерные возможности. Например, не будем брать безликих депутатов. Вернемся опять к Саше Хугаеву. Ну, он хотя бы информационные поводы производил. Постоянно он делал информационные поводы. К сожалению, в последнее время как-то их меньше стало. Ну, вот это правильный подход. Делать информационные поводы. Ну, а вот остальные вообще где-то в безвременнии, где-то в пустоте, как черная дыра. Их никто не знает. И что они там делают, понимаешь? Ну, они думают, что что-то порешают. Есть еще одна категория, достаточно мною любимая. Это люди, которые идут в депутаты, потому что они нынче официально временно безработные. Ну, это шикарный скачок же. В принципе, сам посуди. От временно безработного к депутату городской думы. Вы недооцениваете силу социальных репутатов. Ну, конечно. Но я к тому говорю, что я думаю, что у Алика вот в этом нынешнем, в новом созыве, который будет избран, надеюсь, не будет в таковых недостатка. Правда, из прикольных ребят, что уж, вернее, из того, что может их характеризовать, я пока вижу мою любимую категорию. И не менее любимую Аликом эта категория ранее судимые. В том числе неоднократно, в том числе за... ладно. У нас, кстати, с тобой в этом плане противоположная точка зрения. Я думаю, об этом еще поговорим. Но я хочу Зауру ПАС виртуальный передать, поскольку его позицию мы не знаем по этому вопросу. Оставим в стороне российский закон. Он все равно, что дышло. Он разрешает ранее судимым людям баллотироваться и быть избранными. Но твое мнение с точки зрения морали и с точки зрения этической. Готов ли ты видеть ранее судимых людей депутатами? Да. Потому что я прекрасно понимаю, что из себя представляет судебная система. Не только северная система, вообще Российской Федерации. Мы все прекрасно знаем вот этот... Напомни мне, пожалуйста, этого человека, который... Список его был еще... Америка список... Магнитского. Магнитского. Магнитский. Человек судимый. Да. Тоже судимый. Вот, пускай его бы не убили, он бы был судьим, я думаю. Да. Ну, так что нет. Это совершенно, на мой взгляд, это совершенно не играет никакой роли. Другое дело, что если там... Извините. Другое дело, что если там действительно что-то очень серьезное и все понимают, что там убийца, допустим, какой-нибудь, да, и это доказано железно. Или разбой. Или разбой, или взятка, да, на которую человек попался. Ну, видишь, опять же, я прихожу к тому, что все это решает суд, а какой суд, мы с тобой прекрасно знаем. Поэтому нет, вот это, по-моему, самое ничтожное, ничтожный повод для того, чтобы кого-то не допускать. Здесь сейчас должна быть заставка с этим президентом Украины Зеленским, где он, депутат, там, городской думы или областной думы, он читает. Помнишь же, да? Да, и говорит, статья такая-такая-такая-то, разбийник, выйди. Ну, типа, выйди, пошел вон отсюда разбойник. Выйди отсюда, разбийник ты. Плохо чуешь меня? Я вас спрашиваю, если вы выйдите, будь ласка. Будете на райадминистрации сидеть и кричать. Полностью поддерживаю точку зрения Азаура. Это бывает редко, но потому что сейчас любого чувака можно сделать судимым. Статья о мошенничестве вообще легко. Если ты, не дай бог, занимал хоть какую-то маломальскую государственную должность, тебе впаяют мошенничество, это нефиг делать. И, в конце концов, ты даже вернешь вернешь средства, да, там, из своего команды. Нет, ты знаешь, у Шаталова помнишь, когда вот эти дела Аланьи были, после Беслана, когда они, тогда почему-то вот я нашаталова тоже возбудили уголовное дело. Я могу, конечно, ошибаться, но возбуждали. Но его прекратили, потому что он возместил, да, как-то там так говорили. Возместил точно, а прекратили его либо же нет. Я не помню, чем закончилась эта история. Суда, по-моему, не было, да. По-моему, даже сейчас возмещать, то это просто очень странно. Все равно у тебя, у тебя переквалифицировано какую-то легкую статью. Я просто вот коротко, расскажу историю. У меня мой научный руководитель из финансовой академии Волков Валерий Леонидович, прекрасный человек, решил вдруг быть полпредом Чувашии в Москве. Возглавил полпредства. И каждый полпред давал надбавку своим сотрудникам, потому что зарплата региональная в Москве, понятно. И вот ему за эти надбавки всем сотрудникам, в том числе и себе, надбавка там 15-10 тысяч, чтобы вы понимали. Его три года держали под домашним арестом в Чувашии, ему не давали выехать в Москву, потом он добился освобождения, против него вели дело, он из своего кармана возместил, средства ему квалифицировали в более мелкую статью. Короче, человек, преподаватель, финансовой академии, абсолютно честный человек, который хотел искренне помочь родине, своему республике, Чувашии, вот ему три года жизни просто взяли, вырвали. Просто потому, что в какой-то момент показалось, чувак слишком популярный и надо его удалить. Был бы человек, а статья найдется. То есть у нас в этом плане, я соглашусь с Завром, тут даже если иногда, если и разбой могут так впаять, что ты, сколько у нас случаев есть, там два человека мимо проходило, они были свидетелями, увидели убийство, и потом и свидетели, их переквалифицировали, а потом с них взяли взятки по полтора миллиона. Мы не знаем таких историй, знаем, недавно совсем такая история была. Тут у меня просто есть кандидаты с тремя даже судимостями. Как в том анекдоте, да, шесть раз упал на ножик. Ну, а что ты смеешься? На самом деле, окей, вопрос ведь в следующем, о прикольных ребятах, к слову. Две вещи, которые надо обсудить. Помимо шансов партии, чуть позже, первый момент, ты можешь сегодня назвать сходу пять, вне зависимости от возраста и пола, прикольных ребят, как ты говоришь, которые баллотируются туда, кроме Элины Сугаровой и Инны Родины из партии Родина. Кого? Ага. В партии Родины есть Инна Родина. А, нет, я помню эту фамилию. Это уже уже. Потому что это очень круто. Нет, нет, я одну Инну Родину знаю. Это та Инна Родина. Это та Инна? Это та Инна Родина. Ничего себе. Поворотик. Да. Привет, Инна. Не, я хорошо ее знал, я не знал. Я слегка шокирован. Ну вот видишь. Подожди. Несколько человек, которые предлагали идти в депутатство, они звонили мне и спрашивали, а Алик, стоит ли нам идти? Я говорю, ни в коем случае. Не надо в этом участвовать. И на Родина тебе не послушать. Не, ну и с сыном я не общался. Но три человека, которые мы звонили, я им сказал, они тоже отказались. Ну, потому что это, я как бы плохого не посоветую. Вот. А поэтому прикольных чуваков не могу назвать. Ну, Инна прикольный чувак. Ну и потом видишь ли, опять же, да, сложно. Я почему, вот я сказал, об Иллини, об Иллини, допустим. Помимо этого, мне очень сложно увидеть там кого-то ни Кислощекова, ни Кандового такого. Ну, слушай, я за Руслан Кабалоев. Как? От Камуни. И он? Да. Ну, понимаешь, мы сейчас говорим о кандидатах, которые имеют сколько-нибудь шансов. А, Саша Коренюгин. Сказав о кандидатах, которые... О, Коренюгин тоже. Подождите, подождите, очень важный момент. Владикавказ, твои, они... Дайте я, дайте мне заупак... Дайте мне закончить за упокой, в конце концов. Мы же говорим о кандидатах, которые имеют шанс пройти. А что, Коренюгин не может? А он где-то в конце. Ну, давайте реально смотреть на вещи. Я хотел бы... Я хотел бы городское собрание... Один черт от них ничего не зависит. Я хотел бы городское собрание с Русиком Кабаловым, Сашей Коренюгином, Инной Родиной, Вадимом Чельдивом, Александром Багаевым, Артхуроном и вот этим джентльменом, сейчас вообще без шуток говорю, который обычно сопровождает наших товарищей из молодежного комитета Штыр-Нахаша, одетого в национальную одежду. Я просто не знаю, как его зовут. А вот этот бородатый. В возрасте человек, старший в группе. Ну, который говорит, остальные стоят рядом. А, Артур Бицоев. Я хотел бы вот их всех видеть. Да, он мой родственник, он мой близкий. У меня бабушка Бицоева была. Франкель Магомедов и Зита Солбиева, эти люди имеют реальные шансы пройти, в отличие от тех, кого мы назвали. Я тебе скажу, что если бы у нас была нормальная демократия, эти люди бы были в городском правде. Нравится это оно или нет? Ты понимаешь как? Нормальная демократия вещь хорошая, но, как говорит один наш с тобой товарищ, чье имя не принято называть в широких кругах, отнимите... Гитлер. Я так и знал. Отнимите у Осетин всеобщее право голосования. Иначе в вашем парламенте будет... Сколько у нас мандатов? А с другой стороны, кто будет? Я где-то с этим товарищем согласен, но кто будет решать? Я не согласен, но... Не, во-первых, я за Челу в гордуме вообще за 100%. Единственный Чельдиев, за которого я, это Виталий. Но у него сейчас даже не патриоты. Ну, кстати, да. Не, ну, слушай, если бы был вот тот парламент, например, тот же Артур Бицов, если сейчас ему сказать пойдешь ты в гордуму, никогда в жизни я вот туда даже там не зашкварюсь так, да, как бы у него такой подход. Но, в принципе, было прекрасно, что такие персонажи, активные люди, небезразличные, да, они бы пошли туда. Вы представляете, это была бы какая-то жесткая площадка для дискуссий. И вот тебе не нравится, например, допустим, Чельдиев, а кому-то не нравится там Артхурун, а кому-то нравится кто-то, но вместе там бы такие бы дебаты были. И если бы это еще транслировалось, я думаю, это была бы реальная политика. Алик, ты сейчас призываешь, вот сейчас без шуток, абсолютно честно, друзья. Это мне очень сильно напомнило, Завр точно будет помнить, первый созыв Государственной Думы России. Там был фантастический, абсолютно фантастический, упоротый персонаж по фамилии, значит, наш с тобой герой. Как же его фамилия была? Сейчас бы я бы сказал. Марычев или как-то, помнишь, который приходил с накладной женской грудью, в спортивном костюме, с пистолетом. От ЛДПР, по-моему, он был. Наверняка. Подожди, 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 а сейчас в городскую думе чуваки, у которых пистолеты падают, это в смысле как? Я уже затея ходил. не пали основа, не пали создатели электромобилей, во-первых, сейчас не надо этого делать, а во-вторых, с падающими пистолетами, а во-вторых, не ладно, а еще у кого-то падал. В Госдуме, в Госдуме золотой пистолет падал у одного человека. Это герой России, и мы о героях России плохо не говорим. Подожди, хорошо, подожди, ты за какую Государственную думу, 91-го года или сейчас? Я, в принципе, за Россию в 90-х, начнем с этого, это раз. Второй момент, но, понимаешь, а до какого года Россия в 90-х? Да, 96-го? Да. Когда выборы не зашкварили окончательно. Мне просто интересно. Кстати, нет, выборы первые были, сейчас вернемся, я мысль, чтобы не потерял. Вы хотите, вы хотите, в том числе, Шапито. Я не хочу Шапито. Нет, это не Шапито, не согласен. Саша Коренюгин, Кабалоти, Чельдив, неважно, это будет это весело, да, будет это ядерно, да, транслировать напрямую и все будут смотреть, как сериалы, да, что эти люди смыслят вообще в теории государственного управления. Ты понимаешь, смотри, они ничего не смыслят, но, когда эти люди пойдут на выборы, вот придут такие, подумают, а что эти, а давайте мы будем выбирать профессионалов и туда вместе с ними зайдут другие люди, а потом, когда, если это будет цирк, я не уверен, что это будет цирк, мне кажется, что цирк сейчас происходит, но если это вдруг будет цирк, у людей, по крайней мере, будет внимание к этому цирку, они будут, вот в следующий раз мы проголосуем за других людей, у нас люди с района, ты спроси, кто твой депутат, они в лицо половину не знают, хотя все депутаты говорят, я со своим районом встречаюсь, я всех знаю, люди на районах, не появлялись никогда, послушай, за исключением нескольких депутатов, которые правда по району ходят. мы заговорили о 90-х годах, и вот как ты сказал, все бы это смотрели, конечно, с интересом, но ничего бы не менялось, помнишь, когда люди смотрели заседание Верховного Совета СССР, последний, как сериал, выступление Ельцина, вот это все, тогда, конечно, никто не знал, но там не было комедиантов, все-таки согласись, по большому счету, там были яркие люди. они делали комедианта из Сахарова тогда, это я помню, было такое, к нему как угодно можно относиться, но человек глыбина, то есть люди смотрели на заседание политически, вечно скучного съезда Верховного Совета, вот так вот, как сериал, как Рабыню Изауру смотрели, то есть, и в этом ничего плохого нету, понимаешь, Сахаров не политик, там политиков-то было раз-два, я бы что, Гадылян, вот эти, Иванов, они не были политиками, они только следователи, кто еще кем-то, да, я лично за то, чтобы вот, и парламент, и Голл, и собрание городское, там присутствовали люди, которые из совершенно разных сфер жизни, да, это бесспорно, которые там учителя, ты менты, кто угодно, понимаешь, но и вот, вместе, каждый знает за проблемы, которые у него есть, ну, в смысле, не у него лично, да, а вообще вот в отрасли, естественно, он их как-то будет решать, Советский Союз, да, как бы смешно там не было, но на съезд делегировали рабочих, учителей, кого только не делегировали, да, можно сказать, что это все было формально, номинально, но они какие-то решения все-таки принимали, допустим, школа, в которой я в Алагире учился, ее построил депутат Верховного Совета, вернее, делегат съезда какого-то от Алагирского района, какая-то русская фамилия была у человека, не помню этого, но сам факт, да, что он поехал и пробил школу, вот она есть. Это real politics. И еще, кто мы спорил, ты сказал, вот, что эти люди смыслят, только эти люди, Алик, важный момент, если у нас вся дума и все собрание будет. Не, хорошо, только люди, а сейчас что смыслят? Знаешь, я думаю, что если вот взять с каждым депутатом в городскую думу пообщаться лично, это будет прекрасно, интересно человек, но в целом система выстроена так, что, ну, вот превращается в то, что ты говоришь. А знаешь почему, буквально, извини секунду, потому что вот вы о выборах, о партиях, о шансах, иной раз задаешься вопросом, совершенно наивным, какой смысл сейчас обсуждать 11, 12 или 13 будет мандатов у условной единой России, просто задумайтесь о том, что уже до выборов все, кому надо знать, прекрасно знают, сколько у кого будет мандатов. Это все, да, что, а то есть самое RealPolitics надо знать. Ну, я и сказал, я вот перед этим подкастом небольшое видео записал, да, заранее, да, где мысль такая, что почему нельзя вот этим хорошим, прикольным ребятам идти туда, потому что вы попадаете в систему и вам никого тоже говорит, слушай, давай мы тебе поможем избраться, да, мне говорят, мы тебя сделаем депутатом, да, ну и ты будешь там свои темы качать, давай, ты же там за урбанизм, там бордюрчики, давай, мы тебя, короче, поддержим. ты приходишь и они тебя делают депутатом, они напишут твою фамилию просто в каком-то списке, за тебя никто не проголосует и когда ты, не дай бог, выпендришься, они тебе скажут, оу, вот так, сейчас надо проголосовать за пенсионную реформу, и все, поэтак нельзя идти, а вот если ты реально избрался и к тебе приходят, говорят, а ну-ка, вот так, 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 проголосуй, ты его спрашиваешь, а ты кто, послушай меня, ты кто такой, чтобы мне говорить, вот у меня есть мои избиратели, да, а ты чуть, ну, не буду, не буду так говорить, и все, и эта вертикаль власти дебильная, она рушится, потому что за мной мои избиратели, за каким из депутатов сейчас, какой из депутатов сейчас реально сможет собрать тысячу человек? А тебя парируют на это сейчас, что половина мандатов, 13, по-моему, да, одномандатных округов на выборах в городскую думу, 12 или 13, да, по-моему, нет, больше, там 26 мандатов всего, да, да, там 26 мандатов, из них 13 одномандатники, и 13, ну, это да, все, с веселым названием, мажоритарии, или кто они, мажоритарии, мажоритарии, да, они тебе скажут, Алик, дорогой наш урбанист, за меня проголосовали, за меня половина моей сторонки голосовала, вся сучья зоны, и Джан Рос за меня, и чего? Я как-то сомневаюсь, что они за них реально голосовали, за них нарисовали выборы, если бы это было так, я был бы даже не против, если ты за себя пацанов привел, которые проголосовали, это тоже политика, как бы она ни нравилась, вот, да, говорю, ну, скажи свою фразу, а я потом-то... Не, ну, я к тому, что сейчас мы видим, как все происходит, как вот эти выборы готовятся, все такое, и сейчас городское собрание станет вторым парламентом, потому что вот, как он, как парламент полностью под контролем Битарову, так и городское собрание будет полностью под контролем Битарову, до единого человека, если что-то не случится за эти две недели. Я хотел Завра спросить, но поскольку это достаточно бестактный вопрос, я адресую его тебе. Завр сказал, до единого человека, как? И Сугарова? Ну... Будет под контрольно? Увы, увы, увы. Вот. Остальное объяснение. Ну, давайте, вот мы сейчас говорим... Единственное, что, то может, если, конечно, там что-то не случится, вот сейчас, кого топят провластные анонимные каналы? Расскажи же нам скорее. А кто ты не знаешь? Нет, я хочу, чтобы ты рассказал. Они топят людей, они топят сейчас, начали трогать Фадзаева. Какого именно? Арсена. Вы так удивляетесь, их много. Подожди, Арсена Фадзаева начали трогать. Трогают Кочиева. Причем, Кочиева не очень как-то, ну... Изощренно как-то трогает. Давай поясним, кто такой Кочиев для тех, кто нас смотрит. Не удивляйся, не все знают. Он представитель КПРФ, а Арсен Фадзаев представитель патриотов России. И вот этих двух человек, да, и вместе с ним, как бы подспудно трогаются партии. То есть, у меня создается впечатление, когда я смотрю, что происходит, да. То есть, они не трогают больше вообще никого. Только вот этих двоих, а остальных какая-то исключительно поддержка, да. То есть, мы видим, какого они поддерживают, те же самые каналы, причем поддерживают внаглую. А если вот этих двух человек они трогают, то значит, они видят угрозу и в тех, и в других. У них есть достаточно сил для того, чтобы повлиять на ход выборов. нам полоний и выводы принесли. Наверное, это последний подкаст. Я... У тебя каждый подкаст последний бывает, рус. Я... Алик же мне запрещает какие-то радикальные вещи говорить, поэтому... Актеры... А всегда, он перед подкастом всегда предупреждает, об этом не говорим, а то не говорим. Я и ты изменяющий цензора сделаю. А к действующей власти либо хорошо, либо ничего, предупреждает меня урбанист Пухаев. Мы еще разберемся, что мы все делаем в крыльях ТВ. В этом разберется у Срезидент. И, кстати, у нас разговор очень хорошо перешел от чуваков, которые нифига не решают, депутатов, к людям, которые уже что-то решают. И давайте вспомним... Ну, мы вспомнили КПРФ, Патриотов. И все. Вспомним Единую Россию. Да? Сейчас очень много... И встал. Сейчас же очень много обсуждают именно... Морсим и Машкоржи. Вот я... Давайте честно. Вот смотрите, вот в Москве... До нас московские тренды доходят года три. Вот в Москве Единая Россия что делает, чтобы захватить Мосгордуму? Ну, во-первых, бьет людей на улице, депутатов сажают в тюрьмы, кандидатов в депутаты, ну это ладно. Во-вторых, они все, единороссы, они выходят как самовызвеже. Совершенно верно. То есть, потому что быть Единой Россией в Москве настолько зашкварно, да, ну, что ты понимаешь, что тебя ни в коем случае не изберут. Почему в Москве, в принципе? Ну, в Москве это работает. Что тебя не изберут. И они... Даже есть сайт, где липовых самовыдвиженцев как бы разоблачают, что он на самом деле единоросс, фотографии с митников флагами Единая Россия, там, да, вот-вот вся эта влажная фигня. Ну, а что происходит в Осетии? В Осетии абсолютно другая стратегия, да, которую Единая Россия использовала в Москве пять или шесть лет назад. Берут себе, ну, людей с хорошим имиджем. Ну, ну, Руслан Икаев, меценат, да, то есть, я мало... Так сказал Алик, берут людей с хорошим имиджем. У них вот эти люди с условно хорошим имиджем в первой тройке только и все, больше нет. Ну, так я, да, они их как локомотив используют. А кто третий? Руслан Икаев. Таймазов. Нет, мы не берем сейчас кандидата паровоза. Не-не-не, я говорю про паровозов именно. Я тебе говорю про... Смотри, Руслан Икаев, ну, я ни от одного человека про него плохое не слышал, ну, и сам я ничего плохого про него сказать не могу. Я, кстати, я могу сказать, что на комиссии у Руслана Икаев, ну, комиссии против электроцинка, Руслан Тадеев очень жестко качали, поэтому уважухой респект. Вот. Второй, это Виталий Калоев, да, третий, это Таймазов. Ну, это паровоз, он не пойдет. это понятно, что не пойдут. Но, как я понимаю, Руслан Икаев идет на место Ходарцева. Опять же, тот же, тот парадокс, о котором я уже сказал, до выборов осталось довольно, ну, несколько недель, а все уже знают, кто на чьи место идет. это предположение. Ну, мы же знаем, что это так. Нет, я не уверен. Смотри, ну, вот смотри, Руслана Икаев идет на место Ходарцева, это место вообще ничего не решает. Решает именно тот, кто занимается административным управлением. Сити менеджер, так называемый. Бабки именно там. Да, а вот кто на это место идет? А вот это хороший вопрос, потому что несколько вариантов было, и человек, который пойдет на это место, он не должен быть даже в нейтральных отношениях с Икаевым, потому что Икаев при таком раскладе бы вряд ли бы сел на это место. А нет ли во всем этом, включая подкаст, который записывается сегодня, изысканной фарниевской многоходовочке? Что фарниева посадят на это место? Ты сейчас о каком фарниеве говоришь? О тебе на подкасте и о Тамерлане фарниеве в АМС. А, ну я не могу за ним. Хионизм, хионизм! Не, ну смотрите, Тамерлан фарниев, как говорят, не человек Икаев. Я слышал, какой-то телеграм-канал писал, что на это место должен сесть чермен-мамиев. Зотов. Была такая информация в одном телеграм-канале, но после этого как-то выяснилось, что сам чермен-мамиев не совсем согласен с этой информацией. Нет, чермен-мамиев это вообще не надо. Человек только в Калии устроился, в Министерстве экологии, у него довольно хороший контакт с Кобылкиным и прочим. Вот зачем он сейчас судаят? Ну, понимаешь, при всем моем уважении к чермен-мамиеву, он был бы идеальным просто. Сто процентов, да. Вот тандемом и кайф мамев это был бы идеальный тандем. Почему он просто? Ну, по-другому. Хорошие взаимоотношения с другом. Да, очень хорошо. Плюс к этому этот человек, который никогда не кинет Икаева. И оба это знают. И за это, как бы я и того, и другого уважаю, потому что вот они как мужчины, как друзья, это очень такой, ну, как сказать, очень классный союз. Другое дело, что у Икаева вот во всем остальном этом списке, у него, на мой взгляд, ну, там нету никого. Это не его люди. Ну, да. Можно я вернусь к тому, о чем сказал Алик? К тому, о том, что Единая Россия в регионе, я уверен, что в регионах, но мы говорим о конкретном регионе. Нет, на Кавказских регионах, в других регионах, в Сибири, да, в Сибири прямо нет. Все, я не Единая Россия, это такая грязь, что я к ней не имею отношения, извините меня, пожалуйста. Я в этом вижу, я в этом вижу какое-то подобие такой немножко раболепной тактики, лучше типа мы, как Единая Россия, будем все делать по старинке, зато покажем им. Я сейчас не о богах на Олимпе, а о... Да. Здесь, во-первых, не хотят заморачиваться. То, о чем говорит Алик в Москве, перестать отождествлять себя с партией, идти самовыдвиженцами. Я так приказываю, я думаю, что региональная отдельная даже не понимает, а как это так можно. И второй момент, это все равно выслуживаться и везде воткнуть эту партию, показав, что, а вот, может быть, знаешь как? А, смотрите, где-нибудь, условно называю, в Твери, да, в Калуге, им приходится идти самовыдвиженцами, у партии плохой имидж, а у нас в Осетии Единая Россия это натуральный грааль просто. И третий еще момент, это то, на мой вкус, что мы можем назвать извечным нашим национальным принципом, а и так прокатит, и так сойдет. Зачем заморачиваться, если все равно выборы пройдут так, как нужно, у ЦИКа случится очередной там приступ миопии, профессиональный, они не заметят, что произошло. А для чего? Зачем уходить от Единой России, если мы и этой партии в одну калитку все выиграем. Плюс еще то, о чем ты говоришь, уход в сторону одномандатников, он подразумевает гораздо более активную деятельность этих людей. А я, в принципе, слабо себя представляю даже, ну, может быть, за исключением Таймазова, остальных людей из этого списка, я слабо себя представляю пламенными трибунами, работающими. Я вам сейчас расскажу такую небольшую историю. Это скорее, наверное, я расскажу тем депутатам, которые сейчас идут вот туда. Кандидатам. Кандидатам, да. Да, идут они уже туда. Господи. Я им расскажу. Вы скажете, прав, я не прав. Но я... Как это происходит? К тебе приходят, ты такой хорзлопу, да, давай, как бы, депутаты, и тебе конкретно там, чуть ли не в сером доме говорят, ты наш, мы тебя поддержим, мы тебя потянем. Это вопрос, почему они идут туда. Ты подожди, ты вот здесь чуть-чуть побудь, мы тебя потом потянем, должен отдадим, короче, вот давай, мы за тебя, давай там все. И люди на это ведутся. А потом, они попадают в гордуму, проходит месяц, два, три, четыре, полгода, звонков нет. Ничего не происходит. Что-то пытаешься с ними встретиться, там, с тем, с тем, с тем. Звонки не берут, не получается, что-то, что-то, что-то. И многие так прозябают, а кто-то в этот момент решит, блин, а дай, дам-ка я интервьюзауру фарни, да, ну просто. И вот как только он дает интервьюзауру фарни, мы с нему вот те же типы сразу прибегают, и ты же наш, ты же братуха наш, подожди, мы тут просто немного суетал, мы еще тебя подтянем, ну типа, только с тем не общайся, он плохой, вообще не надо с ним, короче, контактить. да, 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 извините, я больше не буду Заврова в интервью давать, не дай бог Руслану Тотрову, короче, ну все, вообще, да. И потом опять, месяц, два, три, звонков не приходит. А потом уже Заврова посылают. Да, вот, вот, вот так как-то, я не знаю. Вы допускаете сюрпризы на этих выборах, сюрпризами, сюрпризами только одно подразумевое, вы допускаете, что мандаты, либо один мандат, ну не важно, получит какая-то партия, не представленная до сих пор в городской думе, в предыдущем сезоне. Ты про родину? Я о любой. А какие у вас не представлены? Родина. И все? Коммунисты России. Да, тоже. А коммунисты России? Ну, ты знаешь, насчет родины, я думаю, что они могут попробовать их протащить. Опять же, если за эти две недели ничего не случится. В ущерб кому? Никому не в ущерб, они уже распределены. Ну, то есть, что я имею в виду, кто-то же получит меньше мандатов, если ты заводишь, но у меня нет. Они, насколько мне известно, мандаты все уже распределены. Меньше, чем в предыдущем созыве. Но кто-то может меньше, чем в предыдущем, получить интерес на Руслан Тотров. Мы не будем сейчас упоминать партию «Патриоты России». Никак. Ну, ты знаешь, я не думаю, что в ущерб «Патриотам» они могут что-то сделать. Потому что там инстраграм включится и все как бы. ЛДПР пройдет, Алик? Скажи, в конце концов, людям то, ради чего они слушают 45 минут наши выспренные речи. Пройдет ли ЛДПР? Я вообще считаю, что ЛДПР запретить на территории Северного Кавказа, надо. Нет. Насчет коммунистов. Ну, нажми же эту руку. Валетия в прошлый раз руку играл. Насчет ЛДПР, знаешь, как могу сказать? Они пройдут только в том случае, если форс-мажора не случится, их мандаты не придется отдать кому-то другому. Тем же... Ну, вот, уже, наверное, заворачивая всю эту историю в один большой шаурму, я бы хотел понять. Вот Зару уже раза три сказал, вот если что-то не произойдет, что может произойти, на твой взгляд? Закрыть участки может одна из партий. Просто заблокировать? Несанкционированный митинг? Нет, зачем? А как? Не выпускать протоколы. Ну, трусик знают, как это делать. Это патриоты делали в свое время. Послушаю, это было... Значит, если Зару имеет в виду 2017 год и большое пионерское побоище, которое не случилось... Нет, абсолютно без насилия. Которое не случилось. То есть ты об избирательном участке в Доме пионеров, да, сейчас? Ну, там он не один был такой. Он не один. Ну и в 2012 году. Ну, Олег, может ли это случиться? Может. Другое дело, что в конечном... И ничего. Что может случиться? Цена этому будет один, два, три мандата туда-сюда. То есть это на бёрзке, да? А у меня вот мысль, хорошо, а вот если реально число людей пришло на выборы, ну, вот, совсем мало. Ну, 5%. Ну, что? Это лучший сценарий, который у власти есть на сегодняшний момент. Ну, то есть придёт блогер Олег Пухаев со своим рюкзачком «Будь снимать». Вот никто не пришёл на выборы. И что? Сколько таких блогеров было? В том же 17-м году. Было это очень плохое слово. Олег, тебе не нужно снимать. Участки оборудованы камерами. Есть трансляции. Ничего не поможет. Это, кстати, вот как раз о судах. Мы говорили о судах. Вот тоже самое, Русик, да. Как бы ты пришёл вот с этой видеозаписью, с этим протоколом, который не бьётся с сайтом. Ну, что если все дети скажут? Ну, да, плохо. И всё. Ты пойдёшь на выборы? Голосовать пойдёшь? Не знаю. А ты пойдёшь? Нет. Да что вы за люди? Вот так потом вы рассуждаете о гражданской позиции, о чём-то ещё. А ты пойдёшь? Конечно. Я в 8 утра буду на избирательном участке. Зачем так рано? И не выберёшься в очередной. Как? Здесь проголосовал, потом туда отвезли. А, вот так. А снимаете вы ещё это? Вы помните, что случилось в 2000, ну, в прошлом году, в общем, да? Когда, никогда в Северной Осетии ни разу такого процента не было. Ни разу. Ни по явке. Ни по голосам. И для меня это было... За 80 по голосам. По явке было... Стоп, я примерно даже тебе скажу... Там было 77% что-то по явке, и я не шучу. Там около 90 с чем-то процентов. Голосов за него, да? 86 можно. Ну да, это серьёзно говорит о том, куда мы двигаемся. На восток, на восток, да. И вот в тот момент мне реально стало очень обидно. Слушай, подожди, а давай-ка вспомним, что приезжали журналисты Рейтерс, которые написали об этом хороший материал. О чём? О выборах. Это было в 17-м. А, это в 17-м было? Да, о котором они до сих пор шугаются от названия Рейтерс. Не-не-не, а ты же помнишь, потом приезжали в 18-м, приезжали журналисты Globe and Mail канадского. Да-да-да-да-да-да. А кому они приезжали? А кому они приезжали? Разговаривать с журналистами и людьми, как у вас тут выборы происходят? Да, я не слышал об этом. Алик, заур никогда не общается с иностранными журналистами. Короче, рассказывая вам, потом я иду, эти журналисты сидят в лукуме, такие грустные. Я на меня? Нет, просто грустные. Я говорю, что случилось? Никто с нами встречаться не ходит, людей пугают. Людей пугают, да, действительно. Потому что, когда я пообщался с этим журналистом... Общался. Да ладно, мы же все знаем, что это было. А что в этом страшного? Я всю жизнь, начиная с 2004 года, после Беслана, для меня не было никогда проблемой пообщаться с коллегой по работе. Он будет из Америки. Я в американской радиошнице был даже каким-то этим проводником по Южной Северной Северной Северной. Да, 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 сори, да, не знаю. Ну, то есть это абсолютно нормально. Но ты же помнишь, что людей тогда пугали? Людей этим пугали. Людей почему-то начали пугать журналистами, которые приедут, страшные журналисты. Не разговаривайте с ними, не надо тебе это. Ну как? Как так можно вообще? Еще раз повторяю, это все от недалекого ума и желания сделать максимально ортодоксальным способом. Для чего нужно было заворачивать весь кордебалет и всю эту кашу с снятием коммунистической этой партии, КПРФ? Ну ты это вообще не понял. Прекрасно вы все понимали, что Геннадий Андреевич, Зюганов такой гнев свой низвергнет. Цитирую, «Заканчивайте эту идиотскую историю, возвращайтесь в список партии». Обратился он не к Фарниеву и не к Пухаеву, а к людям в сером доме. А то мы вспомним про земли. А то мы вспомним про земли. Косичок получился. А опять же, знаете почему? Излишнее рвение показать Единой России, что здесь форпо... К слову, о форпостизме. Нет, Русик, вот здесь совершенно другая история. Коммунисты России и КПРФ, коммунистов России просто решили использовать против сейчас неугодного КПРФ. Так я тебе о чем говорю? А кто решил, те и решили. Ну да. Ну это коммунисты России, они помнят, как их в прошлый раз КПРФ кинуло, они вперед, понимаешь, побежали. Ну там это межвидовая, внутри видовая борьба, она же гораздо сильнее, чем межвидовая. Другое дело, понимаете как, любое... Политический интерес какой-то. Сейчас расскажу, позвольте Крылов, Крыловщину, любая схватка свиньи с обезьяной лично меня безмерно веселит. К слову о балагане. А мне знаешь, что веселит? Что Зюганов сказал, вот верните коммунистов, а потом вспомним про земли. То есть ты знаешь что-то про земли, но ты не будешь говорить, если вернут коммунистов. Это не Зюганов говорил. Это Зюганов говорил. Это говорил его заместитель. Да, как-то фамилию был. Не вспомню. Не виноградов по-моему точно. Нет, нет, нет. Тут другой был. Какая-то там плодооощная. На самом деле есть, да, я согласен. Если у тебя есть факты, тогда давай предъявляю. Можно уже, хотя бы вот, если правильно разыграть карту с этими же землями, то допустим, я думаю, что за коммунистов больше людей придет голосовать. Потому что, ну как мне кажется, на мой сугубо такой личный взгляд, что неприятие к нынешним обитателям серого дома, оно как бы... Я тебе скажу сейчас одну вещь, что сейчас настроение, красное настроение, такие коммунистические, сейчас на взлете, сумасшедшем взлете. Их надо правильно сказать. Да, нет. Но Зюганов после 96-го, самый страшный сон Зюганова, это не дай бог стать президентом страны. Ну да, это мое, да, тоже часто. Ты говоришь, если бы кому... Коммунисты не хотят, чтобы за них голосовали. Как в книге Зыгаря Кремлевская рать очень хорошо вспоминется про Волошина. Волошин очень радовался, что коммунисты брали деньги у Ходорковского. Он считал... Уточни для наших зрителей, кто такой Волошин. И кто такой Зыгарь. Ну Зыгарь это такой автор, он политический журналист. А Волошин это глава администрации президента. И он говорит, очень радовался... Ельцина. Да, Ельцина. Почему? Не, Путин он тоже был потом. Почему? Потому что коммунисты, которые берут деньги у капиталистов, они все меньше остаются коммунистами. И ну как бы красная угроза нас миновала. Вот мы... Вот в этой книге все хорошо сказано о коммунистах. На самом деле, да. Вот те коммунисты, о которых ты говоришь, да. Но я вижу, что вот, допустим, в том же интернете появляется много молодых парней, которые не то чтобы коммунисты, но вот они больше к марксизму тяготеют. Они к марксизму тяготеют чисто по старой памяти, что папа сказал, коммунизм это хорошо, Маркса мы не считали, капитал мы не знаем. Ну слушай. Они не знают и капитал, и Маркса. Очень... Нет, появляются такие. Но я их вот в Осетии... В Осетии ты их и пока не увидишь. А ну в Москве сходи в книжный магазин Фаланстер, там будет эта левая тусовка, которая тебе будет... Слушай, сейчас очень популярны эти Бориса Кагарлицкого стримы. Великолепный, единственный адекватный левак в России. Есть кандидат, хотя бы один, о ком ты сегодня... Ты знаешь, что человек, он или она, идет в городскую думу, о ком ты можешь сказать, он или она абсолютно будет на своем месте. Вопрос к вам обоим. Во-первых, я не знаю кандидатов много. Я их лично не знаю. Из тех, кого ты знаешь. Во-вторых, все будут на своем месте. Вот ровно то место, которое ничего не решает, им это место дадут. Нет, 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 в твоей парадигме, в той, о которой... Да нет, во каких депутатов? Объективно? Объективно, да. то я считаю, вижу там только одного человека, который, ну и среди кандидатов, конечно, Зита Солбима. Наверное, вот она будет более-менее... Она пройдет, кстати, Зита Солбима? Ну она, по-моему, проходная, нет? Да. Ну ее же хотели выкинуть очень сильно. Ну конечно, всех многих хотели выкинуть. Кстати, это же интересный момент. У нас идет война не между партиями, у нас идет война внутри Единой России. Все толпой вошли в Единой Россию и там покланятся, понимаешь? Ну понимаешь, вот ЗАУ употребил один из любимых моих электоральных, электоральных, не подумайте плохого, терминов проходной кандидат. За кадром смеются, они подумали плохое. Проходной кандидат, то есть тот, кто гарантированно попадет. Ну вот был господин Схавребов, проректор Согман. Ну вот у меня отмечено, он как проходной кандидат, но вот хлопнули получение взятки. Подскажите же скорее за кадра. За взятку ведь? Да, за 200 тысяч. За 200 тысяч, вот подсказывают, фунтов стерлингов. И уже уголовное дело возбудило вчера. Да, то есть, к слову о проходных кандидатах. Сегодня ты проходной, да, а завтра, а завтра ты уже, как фамилия? Заходной. Твоего бывшего лучшего друга из Карачаева, Черкесии, который заседал в Совете Федерации. Арашуков. Мой лучший друг, да. То есть, не представил. У него есть лучшие друзья в Осетии, но это не... Но, опять же, правда, вот мы, люди ведь могут вопросом задаться, что вы весь выпуск смеетесь, но это правда, это грустная ирония. Потому что, и для меня самый отвратительный момент, Алик, в этой истории, что сегодня 23 августа. Черт, мы первого июля знали, кто, кому, куда и когда во всей этой истории с городской думой, да? Вот это вот самое поганое. Нет, самое интересное, что я сейчас процитирую Вадима Чельдиева. Это великолепно. Давайте. Давайте. Вы заслуживаете ту власть, которую вас имеет. Что вы ему налили, вот мне интересно. Я цитирую Вадима Чельдиева, который назвал меня врагом народа. Правда, я не думал, что такое когда-нибудь скажу. И не заслуживают вообще ничего. Ну, вот вы заслуживаете такого правителя, как Битаров, такого правителя, как, не знаю, все его окружение, которое вас продало вообще за пять вонючих копеек. А вы и рады. Забахут. Вадим излишне эмоционален, но он довольно искренен. И довольно часто он вот в этом эмоциональном спиче он выдает интересные, мощные мысли. Более того, скажу, что Вадим своим инстаграмом показал абсолютно несостоятельность нашей публичной политикой. Чувак с инстаграмом запугал сферы дом. Алик, для того, чтобы показать несостоятельность нынешней внутренней политики, там не нужен даже инстаграм, там ничего не нужно. Они не умеют работать, давайте ни с кем. Абсолютно да. И все, никакой Чельдиев не нужен. Никто там не нужен. Не, ну Чельдиев это прям хорошо показал, вот так смачно, сладко. Ну давайте признаем, что Чельдиев это же все-таки информационный феномен был вот последний год. Алик, если у него убрать 95% инфошума, антисемитизм, веру в рептилоидов, и еще то, на что я потратил два с половиной часа из трех часов нашего с ним интервью. Кстати, это самое, по-моему, бомбовое интервью было вообще за последний год, по-моему. Вот без шуток, я это к выборам привязываю. Вот полчаса он говорил, пусть о банальных для нас и очевидных для нас же, но правильных вещах, касаемо власти и чего бы то ни было. Я с Вадимом много раз разговаривал. Просто бомбить у людей начинает от рассказов о рептилоидах, евреях, отрицании холокоста его и вот этой прочей всей абсолютно греховной ерунде, которая забита его сознанием. Не его сознание, сознание россиян этим забито. Надо понять, что у нас у людей популярны теории заговора. Слушай, ну у них есть СССР до сих пор. Почему у людей популярны теории заговора? Ровно потому, что люди не могут избрать людей в гордуму, в госдуму, и поэтому они начинают. Вот мы же вам сейчас тоже занимаемся теорией заговора, кто куда прошел, кто просто где-то есть грань между тем, что в принципе понятно, а дальше уже рептилоиды. Трудно человеку понимать, что ну реально так все плохо. Он начинает выдумывать как вот... И на самом деле это не тайная ложа, а левная лажа. Да. Элина пройдет Сугарова? Ответь скорее. Я не знаю. Мне честно, без обид к Элине мне по барабану пройдет она или нет. Ну вот что? Ну она пройдет, что дальше? Единственное, ну инстаграм будет, фотошки из ГУ. Городома прикольный будет. Что дальше будет? Если Элина вдруг начнет публично хаять городские власти, я буду ее в райде у себя постить, пройдись по бордюрчикам, посмотри там и прочее. Кстати, при этом я замечаю, что все больше органов государственной власти готовы идти на контакт. С кем? С кем? С тем, кто в инстаграме более-менее известен, потому что со мной по дорогам уже хотят поговорить, доказать мне, что я не совсем прав, что не совсем правильно дорожников ругаю. Как они собираются доказывать? Нет, давай поговорим, я тебе объясню, хочешь же при журналистах поговорим, то есть, есть какая-то готовность к внешней политике. Я серьезно говорю, блин, это смешно, ты можешь 3 года в фейсбуке качать, в жж быть известным, но это все пофиг, появился в осети в инстаграме, все. Ты считаешь, что это нормально? Я не считаю это нормально, мы просто из этого исходим, а что делать? Минцеграма это отвратительная вещь. Ну, отвратительная вещь, но, по крайней мере, через него можно хоть как-то влиять, что-то качать, что-то делать. Мы это все прекрасно понимаем. Мы видели, не страшно туда заходить, там такие комментарии. Интересный момент, вот, кстати, интересный момент, это уже такой офф-топ немного, но на репортаже крыльев, где общаются с родственниками Сузанова, вот они же, он сказал, вот старый человек, ему лет 60 было, он сказал, я не по телевизору увидел, не в газете, я вот в инстаграме увидел. Почти всего, старшее поколение охватило инстаграм, госпропаганда через телек уже не работает, а значит, пришло наше время, и следующие выборы в Гордуму, это будут уже революционные выборы. Осетинский инстаграм, Зав, я так же, как ты, с абсолютной религиозной ненавистью к нему отношусь, но он очень хорош некоторыми моментами. Чем? Раскачиванием там, где надо. Делать с Каевом, у нас же в зубах навязло его везде к месту, не к месту упоминать, но инстаграм ему тоже дает постоянно. Спасибо большое, Ньюс Владикавказ, ЧП Владикавказ, который заблокировали. Чель Диву, спасибо, спасибо тысяче пабликов, которые постили про Цкаева, Суцкаева, ну, всю информацию. Спасибо новостям Осетии. А, Регу, в первую очередь, конечно, да-да-да-да, потому что, да я к чему говорю? Это не 15 регионов. Хотя я знаю, но тут другую, да. Не помните там, где не надо. Я к чему? К тому, что они сегодня, фактически, они забрали всю основную аудиторию, средств массовой информации. Ну, давай мы будем откровенны, какую аудиторию не забрали. Нет, я к чему говорю? Если сегодня ты никак не интегрирован в Инсту, ну, ты же понимаешь, что в Инстаграме сидят люди. Правильно, именно для этих, для лучших представителей нашей республики, мы им предпринимаем. А я вам сейчас, возвращаясь к теме выборам, я вот предлагаю воспользоваться ресурсом Остинского Инстаграма. свободным, единственным свободной территорией, диким западом Осетии, это Инстаграмом. Я предлагаю всем инстапабликам, всем крупным инстапабликам, да, закрыться. нет, ни в коем случае не слушайте. Я предлагаю всем, вот будет день выборов. Какой у нас день выборов? 8 сентября. 8 сентября. Пожалуйста, вот просто, если вы не боитесь звонка, там, от разных людей, которые скажут, что у тебя будут проблемы, пожалуйста, постите видео с участков. Я уверен, будут видео вбросов. Я уверен, что будут видео пустых участков. Просто постите эти видео. Дайте своей аудитории знать, что у нас власть абсолютно нелегитимная. И на примере городской думы, чтобы вы понимали, что эти выборы нелегитимные. Публикуйте это, не бойтесь. И вот это скептическое отношение Руслана к вам, оно поменяется. Я в этом уверен. Ничего себе. Почему скептическое? Я без шуток, а еще раз говорю, что по каким-то резонансным, ключевым делам безмерно благодарен основным инстапабликам. Но видишь как, основные инстапаблики это все-таки не трэш. То есть они не опускаются до соседей. Они агрегаторы. Да, да, да. Вот им. Я о них только сейчас говорю. Ну, в любом случае, если вы хотите, чтобы что-то, мы как-то наконец пришли к прекрасной сети будущего, публикуйте видео, фотографии того, как потасовывают, как нас обманывают, как нас обворовывают. Я думаю, это было бы очень интересно, если бы весь остинский инстаграм в этот день был запален. пестрил этим, да. Да, ничего не поменяется. Но, по крайней мере, хотя будет приятно знать, что мы-то знаем, кто вы. Мы знаем, что вы воры. Да, вот. И все. Не, ну из тебя-то утешит. Тогда пускай опубликуете. Да. Я буду всегда верить в прекрасную сетью будущего. Мы к этому придем. Мы вернем свободные выборы в Осетии. Мы назначим своих кандидатов. А потом полетим на Марс. А иллюстрации? Иллюстрации. Я против массовых иллюстраций. А я о массовых словах не говорил. Точечные иллюстрации надо будет очевидно проводить. Очевидно, весь цик, да, и Маргоева, да, то есть она по-любому первый человек, который ворует у нас выборы. Как Элла Памфилова, пытаясь играть либерала, ворует выборы у москвичей, вот точно так же Маргоева ворует выборы у нас. Малик, я тебя прошу. А что? Ну, почему Маргоева, ты считаешь, что вот она села, и сказала, дай-ка я сворую выборы, упухаю его. Но она же участвует. ты знаешь, это очень, где-то не ее. Это очень хорошая история, когда солдата, нациста, который включал Гашу. Я же, если бы не я включил этот рубильник, включил бы другой бы, какая разница, а меня бы расстреляли, это его не оправдывает. Ты включил рубильник, вы отключили рубильник свободных выборов в Осетии. Всем спасибо. Товарищ Мачнев, решил нас, жители Осетии, свободных выборов, который сказал, что мы вдруг не готовы, мы тут дикари, туземцы, видимо, не умеем. Правильно. Мы Путина можем выбрать, а вот в Осетии мы своего главу выбрать не можем. Этот человек посчитал, ну, да, и Станислав Магомедович, которого я уважаю, да, он тоже оправдывал это. И все люди это оправдывали. Если кто-то думает, что мы это забыли, мы это не забыли. Станислав Магомедович, глубина. На этом революционном призыве и подчеркивая неизбежные иллюстрации для тех, кто до них доживет, можно сворачивать лавочку, да? Да. Всего хорошего. Как, а, я думаю, мы уже попрощались. Ну, там обрежут. О каком хорошем, в принципе, можно говорить? не надо обрежут. Мы людям, мы людям здесь полтора часа сейчас полностью их бренное существование до уровня плинтуса опустили, а ты им всего хорошего желаешь. Уже все. Это прям... Это безбожное, потому что телевидение. Запись пошла. Все. Нормально все. Что? Он вас даже не трогает никогда. Чего я не трогал? Чего я купил? Ну, он у вас в ФСБ собирался писать заявки? Да он на всех. Это провоцировало его Александр Франов. Сейчас. Давайте заново. А как мне тогда сказать? Вы на подк.